Игнать Тихонович, начинайте. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисло я согрешил, Господи, и прости меня грешного, и помилуй, достойно есть всякого истинного блажительства, Богородицу Пресноблаженную, Пренепорощенную, Матерь Бога Нашего, Счастнейшего, Родима, Славнейшего, Истину Серапим. Безыстрение Бога, Слово Рожицу Исущую, Богородицу Тебя, величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресая измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей, Аматери, силы, честного, же творящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, веков, благослови и си, и человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешным, создав ими, Господи, помилуй меня. Безчиславеса грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь небесный, утешитель, дух истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благоподатель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да проявит царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню, соглашаем Тебе сильно. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой устам, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется идея, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпели. Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Того человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву. И прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. 104 Псалом Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его Святым, довеселится сердце, ищащи Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избраны Его. Он – Господь Бог наш, по всей земле и суды Его. Вечно помнит завет свой, слово которого заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил Туякову в закон и Израилю в завет вечный, говоря «Тебе дам землю ханаанскую, вводил наследие вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу и из царства к киному племени. Никому не позволял обижать их и возбранял они их царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвав голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь, и разрешил его владеть народов, и освободил его. Поставил его господину над домом своим, и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Яков в землю хамову. И весьма размножил Бог народ свой, и сделал сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его, и ухищрение против рабов его. Послал Моисея раба своего, а Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамения его, и чудеса его в земле хамовой. Послал тьму, и сделал мрак, и не воспротивляясь слову его. Приложил воду их в кровь, и уморил рыбу их. В земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, с книпы во все пределы их. Вместо дождя послал Неград палящий огонь на землю их, и побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерево в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы бесчисла, и сели всю траву на земле их, и сели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шестью их, ибо страх от них напал на него. Простеру облаков по кровьям, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости и избранных своих весельей, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя, слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Того, и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь от суждения, открыть мои недостойные уста, восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Остав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадаю к стопам Твоим, взывая к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве, и после сна ночного пошли ясный, безгреховный день Христи Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчий, встал после сна, я спешу к Тебе и по милосердии Твоему принимаю за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, спаси меня и вели в садство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твое милосердию, Ты дал мне работу Твоему в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всевосущего, удостой мне преследить Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божьи сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающие доли земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведующие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертница, и прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет у нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразима радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святой Ангел, поставленный блестимой бедной души и несчастную жизнь, не оставь меня грешную и не отступи от меня за невоздержание моё. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне всё, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своём и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного, рабату его, уныния, забвения, неразумия, нерадения и всескверно лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, от помрачённого мамы его. Погаси пламень страстей моих, ибо и они счислов. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники и Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Ольга, Алексей, Анатолий, Андрей, Екатерина, Надежда, Янис. Бо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя от души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши им милости Твоих. Посети их, укрепи силой Твоей дарами о здравии и спасении души, ибо Ты благо и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дары Царствия Небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий. Но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пренепорочную. Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово. Достойно большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть при Тобой. Удостой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво, добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие душевно и телесное в успех, в трудах избавь его от хитрых кознях дьяволов, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых беспорядочных людей. Радиство Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречисты Его Матери и всех святых, приведи Его к тихой пристани Твое вечного царства, чтобы Он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном, и благотворящим Твоим Духом. Аминь. Исцели, Господи, от пьянства одноклассника моего века. Татьяну и Тамару благослови в деле создания музея в Потеряевке. Просим Тебя, Господи. Аминь. Алик и Андрея. Максима, Владимира и Глеба, Недаль погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея. Епископа Максима, Сергия, Митрополита. Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилья, Александра, Деодора, Тихона и весь священнический и иноческий щин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающих священников, если угодно тебе. Смири власти и воинства, и найди страху на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эбдогена, Амана, Нарсултана, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и мужчина сценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям грядущим на всю вселенную за отсутствие от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованные тобой, и без всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха. Спасибо и помилуй нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима. Владимиру дай веру обратить, благослови, Людмилу, любовь Владимира Алексея и Иосифа, прищи добрые жители, знающих тебя с детьми, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадо и Виктору, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину и Рашид, пределы в общем, богиновые души, через слово твое благовестное имя. Спаси и помилуй, Надежда, Валентина, Екатерина, Анастасия, Наталья, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахири, Ездру, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Екатерина, Екатерина, Галину и всех, с кем познакомились, кому возвестили слово истины, благослови их, Господи, и возри на угрозы врагов и разруши их замыслы, дабы не были повреждены души злом человеком. В судный день не помяни их безумие, коснись их сердца. Максима, Александра, Александра, Виктора, Сергея, Алексея, Благодетели наших воздаем добром, Елену, Едмилу, Отеану, Нанилу, Надежду Адуалду, Юрию, Евгения, Наталья. Надя, все наше родство, братья, настафь, едуки, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, и Татьяну. И от романа, Господи, гонит своего духа лжи, неразумие, противление истины. Мы с вами дали какие-то дарят духовное рождение им. И надя отступников Николая, Михаила, Александра, Юлия, Владыка, Святые истины, благослови Максима и укрепи его, и через него возвести истину и обречение отступничества. Избави от пьянства Павла, Михаила, Владимира, Александра, Игоря, Путешествующих, Раису и Виктора, Виталия, благослови, посетив болящих, дай силы им все перенести смиренно, и укрепи их, и дарь им исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежда, Татьяну, 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 Анастасию, Валентину, Александру. Ты не знаешь, Господи, для славы имени Твоего восстанови их силы. Аллилуйя. И это наше сокровище, вы знаете, и книги здесь, и в пути сохрани, у трудящихся Игоря Юрия Дмитрия Викторовна. Сергея, Сергея Андреевна Андреевна. Благослови Господи и помилуй. Да будь ты день, днем благословения, восхваления имени Твоего Святого, Господи, и дел Твоих дивных и чудных, и предстоящие встречи и беседы. Да будут освящены Твоим присутствием и наставлением. Вместо себя защити, дабы чужды не могли и приблизиться к Нему. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова. Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок. Вся земля полнослава Его. Аллилуйя. Слава Выше Богу, на земле мир, в человека и благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истинных, святые каноны. Аллилуйя. Будь милостив ко мне грешному, Господи. Вас дай добром тем, кто трудился с моей душой и возрастанием ее, и в вечности. Благодарю. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресла Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел. Столько лет Ты хранил и защищал, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. А проведи душу мою по мутарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Креститель, Претеща Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, благослови. Жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестим и довольным, никому не завидовать, никогда не роптать, быть экономным во всем. И видеть нуждающихся и помогателей. Святитель Христов Никола, Мирвикистский Чудотворец. Моли Бога о нас. Остань и защиту от нападающих. Защити и помилуй для славы имени Твоего, Господи. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Инох, Моисей. Самуила, Аарон, Ио, Авен, мой Иосиф, Патриарх. Ездра, Ниеми, Амос, Наум. Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Ильосия, Ия, Ильагей, Исапония. Захария, Малахия. Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк Ихей. Авраам, Исаак, Иахов. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы выше наслечить Тебе, Господи, горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Воздай добром тем, кто позволяет нам быть в интернете, Господи. Их умудриво спасение. Морите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, нефюривеймы, сиарахимы и все небесные силы, престолы Божьи предстоящие. И святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Дарует нам, Господь, жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем ведь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Полихарбц, Минский и Устин, Философ. Касмай, Эдемиян, Андрей Стратилат и Ирон Мурщин. Климент Римский, Климент Анкерский, Анфимий Комедийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство. Владимир Геннами и Осип Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь в вере, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфима, Вениамину дай веру, старшие родители за ножное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Апанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарин, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоанн, Сергий Радонский, Степан Пенкский, Серафим Царовский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Кирилл, Мефодий, Иоанн Кентин, Николай Макарий, Алтайский Пиларид, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь и сохранит Молите святой православной вере, а замысле ретихов, Господи, разрушь, раздверь и в ничто преврати. Молите Бога, она, святые жены и девы, Фёкла первомущенница, Батина Самарянина и Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София и Наталья Адриана, Варвара Екатерина Перепиховича, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроника Юния, Китрияна Устина, Молите Бога, она дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани, Господи, от всяческого поругания, исправник Пухаривость, Галина, семейство, Евгения, Надежда, Надежда, Снеплан, Мария, Мария Египетская, Марина Египетская. Людмила и Анна. И воздаю, Господи, милостями всем помогавшим нам в путешествии Павла, Зинаиду, Владимира, Богословию, Валентину и Екатерину, Людмилу и Надежду. Аллилуйя. Прими, Господи, нашу молитву, во издяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный Господь, Отец Небесный и любящий нас, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Доброе утро. Сегодня, Господи, Владыка, не считается, а завтра мы не собираемся. Только, как всегда, два часа по Москве на занятия. Доброе утро. Доброе утро. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение из книги митрополита Григория Постникова. Один день святой жизни. Один день святой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok надо каждый раз говорю как заканчивать а рядом бумажка чтоб лежала и записать на это требуется полминуты а на поиск намного больше всего ничего заголовок и страницу разбить на странице материал всегда надо разбивать и на поиск не требуется ни одни нисколько и закладку может сделать как вести себя при богатстве если ты богат то никогда не думай так сейчас я выведу на экран есть на экране да видно как вести себя при богатстве если ты богат то никогда не думай что богатством твоим ты обязан себе своей сметливости и деятельности твердо помни слово духа божия что один только господь богат господь богатит первое царство 27 господь делает нищим и обогащает унижает и возвышает и потому не гордись своим богатством но будь смирен при богатстве считая его божьим даром и усердно благодаря за него господа бога но не прилепляйся к богатству своим сердцем чтобы ты не сделался рабом твоего богатства держи в отношении к нему свое сердце так чтобы тебе спокойно можно было обходиться и без него как скоро господу богу угодно будет отнять у тебя богатство пользуясь богатством особенно берегись поступать так как поступал безумный богач упомянутый в евангелии лука 16 9 19 некоторый человек был богат одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно сам веселясь на вся дни светло он даже крохи со своего стола не отдавал отдавал лучше собакам чем нищему и стоявшему от голода при воротах его дома такой богач по своей смерти тотчас оказался в аду как вести себя при бедность если ты беден то переноси свою бедность благодушно благодушно неси эту тяжесть до тех пор пока господу богу угодно будет снять ее с тебя неси ее если ему угодно до самой смерти будь всегда бодр не скорби не ропщи особенно не унывай и не употребляй каких-либо неправильных противных воли божьей средств к избавлению себя от бедности непрестанно помни слова духа божия что господь делает нищим и обогащает унижает и возвышает а что господь а что господь не делает с нами делает для того чтобы облегчить нам наше состояние помни что господь бог никогда не наложит на тебя тяжести больше той какую можешь снести первое коринфянам 10 13 вас постигло искушение не иное как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаем и сверх сил но при искушении даст и облегчение чтобы вы могли перенести и и что он всегда при тебе чтобы оказать свою помощь матфея 28 20 учая их соблюдать все что я повелел вам и се я с вами во все дни до скончания века аминь он никогда не забудет и не оставит тебя если не будешь молодушествовать непременно доведет тебя до спасения до вечного блаженства всевозможно чаще вспоминая земной бедности нашего спасителя который живя на земле не имел где главу преклонить чаще вспоминаем многострадального его всевозможно чаще вспоминай что самая наибольшая часть святых провели свою жизнь в бедности если при твоей бедности подавляют тебя еще какие-нибудь другие тягости то не теряй духа и здесь а утешая себя святыми мыслями например тебя ненавидят презирают думаю что за беда мой господь и спаситель был бог но ненавидели его презирали и его тебя теснят обижают думаю что за беда больше всех теснили обижали как кого больше всех теснили обижали как не самого господа думаю еще если кого-нибудь не презирают и не уничижают то как он будет упражняться в смирении если кого не оскорбляют то как он научится терпению к родости и тому подобным добродетелям христианским наконец чаще вспоминая о благах небесных которыми верно будешь наслаждаться если терпеливо будешь переносить свою бедность до конца нищий упоминаемый в евангелии был на земле беден так едва ли кто иной но как славен был конец его жизни ангелы взяли и отнесли души его на лона авраамова где он вечно наслаждается благами 1 коринфянам 2 9 но как написано не видел того глаз не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его как поступать когда нас хвалят когда тебя хвалят будь крайне осмотрителен потому потому что тогда ты в опасном положении можешь впать в гордость тщеславие беспечность или иное пагубное обольщение чтобы не случилось с тобой этого старайся смотреть на сделанную тебе похвалу с недоверчивостью а если хвалят в глаза лучше всего приличным образом прерви разговор и обрати речь на другой предмет твердо помни что достойная в тебе похвалы не твое а божие ибо бог дал тебе расположение способность силы желание и случае приобрести нечто достойное похвалы и следовательно не тебе принадлежит слава за это а богу когда усматриваешь себе нечто достойное похвалы и чувствуешь себе желание рассказать то другим старайся истребить в себе это желание представлением что из похвалы человеческой соделаешь себя недостойным похвалы у бога потому что получаешь награду от людей помни и сие весьма важные слова господа лука 6 26 и горе вам когда все люди будут говорить о вас хорошо ибо так поступали с уже пророками отцы их как вести себя когда нас порицают добрая нас слава в жизни весьма для вас для нас важна добрая имя лучше большого богатства и добрая слава лучше серебра и золото причин 21 но что нам делать когда другие люди распространяя нас худую молву лишают нас доброго имени прежде всего в этом случае нужно тщательно беречься от гнева брани и мыщения но оставаться в духе все возможно спокойном по примеру спасителя нашего который будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угрожал но придавал то судьи праведному когда слышишь что другие отзывают за тебе худо и приписывают тебе разного рода пороки недобрые цели и тому подобное то подверния сам себя строжайшему рассмотрению нет ли в тебе самом самом деле тех пороков какие тебе приписывают чужие глаза часто гораздо лучше и вернее чем наши собственные видят наше поведение если найдешь что тот или иной порок в тебе действительно есть и тебя укоряют справедливо то постарайся исправиться охулителя твоего благодари что навел тебя на путь истины если же не найдешь себе приписываемой тебе порока то защищайся законным порядком если же увидишь что твое защищение не приносит тебе пользы то старайся переносить переносить взведенную на тебя клевету с терпением и утешай себя мыслью бог видит мою невинность о чем мне скорбеть еще более утешай себя следующую мыслью на нашего спасителя когда он жил на земле очень часто изрыгали хулы однако же он никогда не оправдывался ни в каком суде наконец удвой старание вести себя во всех обстоятельствах жизни всевозможно безукоризненно чтобы никак не подавать повода или случаев злоречию если рассеянные тебе хулы не прекращаются и даже умножаются то прибегай ни к иному чему как только к усерднейшей молитве чтобы господь бог благоволил просветить и исправить твоих клеветников так поступая потому что так поступал самый иисус христос даже со своими распинателями лука 23 34 иисус же говорил отче прости им ибо не знают что делают и делили одежды его бросая жребий как вести себя в болезни если постигнет тебя какая-нибудь болезнь то прежде всего всегда благодари за нее господа ибо всякую болезнь господь бог посылает на нас к нашему спасению благодаря господа бога за свою болезнь немедленно и всевозможно внимательно рассматривая чем ты особенно согрешил или продолжаешь грешить пред ним нераскаянно когда найдешь себя в чем-либо согрешившим то тотчас принеси покаяние и дай твердый обет уже не грешить как ты грешил впрочем найдешь ли не найдешь ли себя чем-нибудь согрешившим непременно думая что постигшая тебя болезнь может быть последняя поэтому завлаговременно не дожидаясь усиления болезни старайся приготовиться к смерти надлежащую исповедью и причащением святых таинств это лучшее лекарство не только для твоей души но и для твоего тела когда таким образом состояние твоей души в отношении к вечности будет безопасно обрати внимание на временное твое состояние постарайся сделать законное завещание касательно твоего имущества чтобы не было при твоей смерти беспорядков и по смерти вражды между наследниками во время или после сего дела если хочешь иметь возможность позови врача и употребляй предписанные предписываемые его лекарства врача пренебрегать не должно ибо господь создал его говорит премудрый сирахов 38 12 и дай место врачу ибо его создал господь и да не удаляется он от тебя ибо он нужен но знай что не врач и не врачества а собственно господь бог дает исцеление поэтому при всяком врачевании полагай упование не на врача а собственно на господа бога ибо господь просвещает врача и он же дает целебную силу его врачеству 1 царств 2 6 господь умерщвляет и оживляет не изводит в преисподнюю и возводит времени болезни не проводи в пустых разговорах не в излишнем попечении о своем выздоровлении а старайся употреблять это время в пользу своей души читай или слушай какую-нибудь хорошую духовную книгу молись как можно больше умную молитвою чаще знаменуй себя крестным знамением целуй образ спасителя божией матери и святых но никогда во время болезни не молись усиленно о выздоровлении а лучше отдавая себя в волю божью один бог верно знает что лучше для твоего спасения здоровья или болезнь если болезнь твоя продолжается очень долго то не предавайся нетерпению особенно ропоту и досаде на силу и продолжительность болезни на врача на лекарства на дурную погоду на служащих тебе и тому подобное этим ты не облегчишь себя а можешь только усилить болезнь и продолжить ее или даже сделать неизлечимую да и сострадание к тебе может отнять у всех окружающих тебя лучше терпи, молись и молчи когда почувствуешь что болезнь ослабевает и ты начинаешь выздоравливать то всей душой молись Господу Богу чтобы Он по возвращении тебе здоровья благоволил удержать тебя от всякого греха и дал тебе твердую память о тех чувствованиях и мыслях какие ты имел во время своей болезни напротив если почувствуешь что болезнь твоя усиливается и начинает истощать твои телесные силы то прими святое таинство еле освящение оно сильно врачует тело и душу послание Якова 5.15 и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь и если он соделал грехи простятся ему по совершении сего предайся в волю Божию совершенно пусть будет с тобою то что ему благоугодно кто предается Господу Богу тот Божий и тому нельзя погибнуть как охранять себя от вредного действия худых примеров худых примеров всегда было много а в наше время им кажется и числа нет берегитесь их они весьма заразительны вот для этого некоторые средства всевозможно устраняя себя от всех случаев при которых неизбежно понужден бывает видеть и слышать много худого что не было увидено услышано то и на ум не придет когда встретишься с худыми примерами неожиданно или должен встретиться необходимо тогда старайся и молись чтобы виденное зло привело в тебе отвращение к себе какое оно естественно приводит и должно производить во всех нас это легко тебе будет сделать если наперед запасешься хорошими правилами и сведениями о примерах истинной добродетели когда увидишь что многие весьма жадно ищут своего счастья в чувственных благах в чувственных удовольствиях в неги в роскоши и выдают это за мудрость когда увидишь что многие для составления своего земного счастья употребляют всякую ложь и всякий обман защищают ненависть мстительность и другие страсти а отказ в удовлетворении чувственным удовольствием считают за глупость тогда нам должно твердо помнить в сердце своем и говорить как учили апостолы мы христиане нам должно жить по закону Христову галатам 6.2 носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов а закон Христов требует чтобы мы плоть свою распинали с ее страстями и похотьми галатам 5.24 но те которые Христовы распяли плоть со страстями и охотями отложили ложь и говорили истину эфесянам 4.25 посему отвергнув ложь говорите истину каждый ближнему твоему потому что мы члену друг другу всякое же мщение предоставили Господу Богу сказавшему мне отмщение я вас дам римлянам 12.9 Вообще при всех представляющихся худых примерах тотчас смотри на Иисуса Христа который имеет полное право требовать от нас последования своему примеру а потом смотри на миллионы людей подражавших его жизни сделавшихся святыми и достойными всякого нашего подражания подражая не примеру языческой жизни которая в нашем мире так часто видна но примеру благонравия скромности стыдливости воздержанности порядка ревности о богоугождении которыми отличались святые или истинные христиане непременно старавшиеся жить и жившие не по правилам мира а по учению Господа Иисуса Христа как вести себя при занятиях житейскими делами житейских дел весьма много и весьма они различны смотря по тем состояниям и званиям в которых живем все непротивные нравственному закону житейские дела какие нам должно делать по нашему званию и состоянию должно признавать делами божьими делами порученными нам от самого Господа Бога ибо Бог царь всей земли пойте все разумно установил различные законные звания и состояния и он же они мы сами попустил и попускает нам стать в те житейские звания и состояния в каких все мы находимся без Божьей воли или без Божьей попущения ничего на свете не бывает итак какие тебе не должно делать дела по своему званию и состоянию все это делай как бы для самого Господа Бога и награду за это получишь от Господа Бога слава Иисусу Христу Богу кто же трудится не для Бога того труд весьма жалок ибо награда ему не от Бога а от себя или от людей а от себя и от людей какая награда земная временная ничтожная делая все свои дела для самого Господа Бога непременно делая их так как должно делать дела Божьи не делая все свои дела от души с полную то есть делая все свои дела от души с полной охотой и удовольствием старательно и верно не допуская в них никакой медленности и нерадения по чистой совести ибо сказано Иеремия 48 10 проклят кто дело Господне делает небрежно и проклят кто удерживает меч его от крови если твои дела идут успешно то не гордись этим а особо не приписывай успеха в делах своих собственным силам и умению ибо сам Господь сказал ученикам своим без меня не можете делать ничего Иоанна 15 5 если же дело которым тебе должно заниматься трудно неприятно низко малоуважительно презрительно не ладится замедляется расстраивается требует особенного терпения или ведет тебя к унынию то не будь малодушен не ленись не досадуй не предавайся гневу нетерпеливости ропоту и тому подобное а оживляй и укрепляй себя мыслью что эти труды которые так тяготят тебя так неприятным и досадно тебе продолжаются не вечно земной жизнью все они кончатся а там Господь воздаст каждому по делам его римлянам 2.6 при этом поддерживай себя в трудах твоих каким-нибудь назидательным пением тайную молитвою размышлением о христианских истинах рассуждением по соображению с делами которыми мы занимаемся вообще возвышением сердца к Господу Богу в кратких каких-либо молитвенных воздыханиях к Нему например весьма полезны следующие его звания как беспредельно любит нас Господь Бог чего Он не сделал и не делает для нас чего Он не дает нам Боже как нам должно быть благодарными Тебе Господи благослови меня очисти меня просвети меня освети меня только ты Господи так много любишь нас как нам не любить тебя всем сердцем кого мы будем любить всем сердцем ежели не тебя ах если бы все люди узнали как благ ты Господи о если бы я возлюбил тебя Господи всем моим сердцем ах Господи когда я буду служить тебе всею душою ах Господи если бы я непрестанно помнил тебя и мыслил о тебе о Боже мой без тебя что для меня весь мир какой он может дать мне пользу и радость Господи ты мое прибежище ты мое утешение ты моя надежда ты мое спокойствие ты мой свет ты моя слава ты моя радость ты мое блаженство и все Господи когда я буду вечно хвалить тебя вместе со всеми святыми такие подобные воззвания если обратятся в навык во время труда совершенно бесценны непрерывно держа душу в соединении с Богом они непрестанно оживляют ее отгоняют от нее всякое зло укрепляют ее в добре и весьма благотворно подкрепляют самые телесные силы кто так трудится над совершением своих житейских дел тот трудится как и должно трудиться во славу Божию само собой разумеется что прежде всего должно делать дела важнейшие не терпящие отлагательства что должно приниматься за них прежде обдумавшую как лучше сделать их что и когда не должно делать дел несообразных законам Божьим после обычных дневных трудов следует обед и отдых христианину нужно знать и то как вести себя во время обеда и во время отдыха после обеда пред обедом и ужином всегда возноси как господу богу усердную молитву молись так же и после обеда и после ужина ибо никто другой а сам господь бог доставляет нам всю нашу пищу он доставляет нашей пищи питательную силу для нашего тела а нашему телу способность обращать эту питательную силу пищи нам на здоровье не молиться перед обедом и ужином и после он их может только или не понимающий сего или же отъявленный эгоист стол всегда должен быть умеренный пища для тела необходима необходимой пищи не должно отказывать телу но для соблюдения умеренности всего лучше прекращать употребление пищи в такое время когда позыв на пищу еще не совсем кончился ешь столько чтобы утолить голод говорит святой азлатоуст воздержанно пи мало ешь здрав будешь божий митрофан опыт также свидетельствует что только воздержанные живут здраво долговечно и хорошо весьма неразумно поступают те которые позволяют себе присыщаться пищей весьма питательную горячительную неудобоваримую вкусную сладкую ибо присыщение весьма вредно для нашего тела и для нашей души расстройство желудка порча крови разные болезни и преждевременная смерть суть следствия присыщения невоздерж не способен ни к каким духовным упражнениям он не может ни молиться ни размышлять о божественном у присыщающегося бог чрева его и целая бездна нечистых мыслей и пожеланий во время обеда и ужина никогда не говори чего-либо греховного это оскорбительно для бога которого дары вкуса вкушаешь и соблазнительно для твоих ближних напротив во время стола всегда должно рассказывать или слушать что-нибудь назидательное истинные христиане преимущественно во время принятия пищи старались живее вспоминать свою смерть и страшный суп пустая болтовня признак людей неразумных и пустых всегдашняя назидательность удел людей мудрых кто так употребляет свой обед и ужин какой случится то есть умеренно и с благодарностью господу богу тот поступает как требует долг праведно и богоугодно после обеда без сомнения нужен отдых но отдых всегда должен употреблять как лекарство для восстановления сил телесных и душевных поэтому отдых не должен быть продолжителем во время отдыха всякому должно думать такой отдых здешние жизни отдохнем за гробом праздность научила многое злобе серахов 33 28 употребляя его на работу чтобы он не оставался в праздности ибо праздность ибо праздность научила многому худому мерзость пред господом покой телесный говорит святитель варсануфи великий так должно думать всем восставшим из-за обеда и немного отдохнувшие снова принимаемся за дело время отдыха отнюдь не употребляй как поступают многие неразумные на какие-нибудь удовольствия или на какие-нибудь порочные забавы и бесполезные игры игра и христианин две вещи непримиримые чтобы во время нужного чтобы во время нужного отдыха не вошли в голову какие-нибудь богопротивные мысли а в сердце богопротивные желания христианин смотря по состоянию своей души старается питать себя разными духовными размышлениями а особливо сердечным воззванием к господу богу например господи как велика твоя премудрость и благость всякий день питаешь ты несчетное множество живых созданий на земле людей птиц скот зверей насекомых и все они сыпь никто не умирает за голоду такие размышления и воззвания не сравненно скорее восстанавливают наши телесные силы нежели все другие способы восстановления их а кроме того такие размышления и воззвания чрезвычайно укрепляют душу в добро до понедельника оставь тут заметь где себе запиши его красным сделай там вот какое великое получение какой я христианин кто-то задал там стронулись место вот так и похоже на это или нет притом это он говорит размышляй ты же не будешь смотреть и размышлять а должно сделаться навыком даже за столом как сидеть рассказываешь ну вы цепляетесь за что не надо там то другое у нас дети знают за столом как сидеть вот край стола за него никогда подбородком не заходи вот приучи ложку вертикально поставь на край стола а почему ну да даже дальше узнаешь почему не наклоняйся к пище это Василий Великий говорит всякое животное скот наклоняется к пище и только человек подносит ее сам к себе поэтому в руке влево должен быть кусочек хлеба когда кусочек возьмешь тогда бери ложку только тогда и теперь черт одновременно поднял ложку из чашки то поставь ее на кусочек и две руки вместе двигаются к рту не облокачивайся дальше кисти руки на стол не клади вот два правила а почему Серахов говорит стыдись облокачивая на стол и кто облокачивается на стол бесстыжий ну стыдись а ты не стыдишься бесстыжий а теперь если ты наклоняешься наклоняются все в ресторанах везде где посмотри все как сел облапал и упал туда скотина скотина наклоняется человек не наклоняется Василий Великий запомните это и каждый раз мне приходится говорить вот у нас бывает иногда трапезов праздник то смотришь опять упал значит дома у них на это никакого внимания нету а почему нету ну значит живет как скотина и все это видит что тарелку накладывает раз за разом больше и больше и воздерживает уже лишнее видно тяжесть килограмм сорок пятьдесят уже лишнего жира на животе и все равно как в город только въезжает то есть тут беляши хорошие продаются там не говорят с одним а уже задыхается до шестидесяти лет не доживет ну какая то жизнь он не повернуть себе не может спина болит почему спина болит то спина болит всегда очень просто это и понятно потому что такую мамону держать позвоночник не может и у них пояс он никак не может быть просто поясом вокруг а он туда вниз ниже пояса как вот сидит один священник тут говорит наклоненный маленько и у него крест все время сползает с пузыря то налево то направо и он даже этого не видит и вот особенно когда говорят где-то перед микрофоном и все пьют вот как в рулетке все едят ну примерно девяносто девять процентов едят пьют или какой-то дым себя глотают это позорно стыдно есть целые народности у которых табу считается есть чтобы кто-то видел а почему ну так принято и вот сидят за столом и начинают всякие пустые разговоры вот в монастырях там считают жития святых в это время один считает он потом пообедает у нас порядок такой детей иной сразу примет это а другой никак опять чашку упал я его сажу рядом с собой беру ложку и как ударю по столу вот так я тебя буду бить ну-ка сядь все научил за один день а сколько раз ударили за 45 лет ни разу ни разу но по столу брякну а его как он не наученный обязательно должна быть какая-то зелень вот она приехали мать и бабушка и одну уговаривать сидят лук дали каждому там два перышка съесть не ест она не будет есть не будет ну почему она не будет есть пускай съест они уговорят так устав мы не позволяем нарушать забирайте девчонку уезжайте она большая лет двенадцать уже она слезами ревет не будет есть то есть дело не в том чтобы съесть она на своем настаивает она неуправляемая ну уже из-за стола выходим все первое от нее убрали второе убрали остался компот вот все давайте тогда давай кусочек хлеба давай есть вот сами же вы делаете таким ребенок маленький там лет шесть едем в поезде ребенок бьет каждый кто ну свои сидят все вокруг нее да подожди Настенька да подожди она бьет по лицу прямо корябает они так удивляются ой какая она активная ну как сказать вам же придется с ней вот щенок у тебя есть если ты разрешаешь его прыгать на тебя грязными лапами будет большая собака она будет сшибать тебя с ног и лапами тебе на грудь ложить грязью она должна тебя оббежать и с левой стороны сесть лицом туда куда ты стоишь с левой стороны но везде порядок существует на фотографии никогда не позволяйте чтобы женщина стояла с правой стороны никогда вот сфотографировали правильно дальше повернулись она уже на эту сторону залезла вот какой то там писал жукоп или кто в журнале огонек у казаков брали интервью ну и он говорит можно вас сфотографировать с женой вон ульяна а она сразу а можно я вязанку надену то есть вязаная кофта он говорит можно она побежала прибежала и справа встала вон ульяна она сразу мигом он только сказал ульяна она уже на левой стороне а он поясняет с левой стороны шашка он саблю навесил и жинка все правая сторона у него должна быть свободно рукой махнуть взять никогда с правой стороны женщина не должна стоять даже мирские когда я прихожу а она работник краевой администрации и за стола встает бывший первый секретарь райкома партии но она привыкла уже такая руку протягивает ой Игнатий Тихонович я руку не знаю нельзя как нельзя ну женщина то да я не женщина я официальный работник ну и что что ты работник ты в юбке должна быть и никак и она это запомнит вы себя везде ведите одинаково я попутно хочу сказать вот я пришел к начальнику а он меня знает давно уже лет сорок мы знакомы и он соскочил посидеть эту бумагу надо нету я сейчас соседний кабинет я за ним следом а что ты не сидишь а он не понимает я говорю ну как же я буду сидеть нельзя что то потеряется а ты будешь думать кто у тебя был один подозрение падет на меня так он это другим куда пошел и рассказал это и те удивляются из кабинета выглядывают а кто такой тут так говорит так правильно у меня сколько раз говорит терялось незнакомого человека первый раз видит государственный работник чиновник встал пошел посиди маленько я сейчас приду никуда не годится выведи его запри на ключ и потом придешь откроешь то есть везде у нас все неправильно главное удивляется что я что едят каждый из чашки увидел когда уже приехал в город учиться мне уже 16 лет было я рано пошел в школу вот из одной чашки вот посмотрите фильм там герасимова тихий дон по роману шолохова сидят они на покосе одна чашка все черпают большая чашка а что у каждого тарелка была да я не видал никогда я не знал как это так и вот и болеет и болеет и вот встречаемся мы мне 80 лет через два месяца будет через два месяца 10 июня а чем болеешь пенсионеры а чем болеешь это обязательно спросят а чем болеешь ничем не болею как совсем не болеешь а что это такое спрошу еще для виду для для понту как говорят ну болеет еще болит так на чем обращать внимание то на это не надо обращать внимание а так естественно от умирания организма идет и моих ровесников которые в деревне у нас были один только немец немец он уехал в Германию он не пьет не курит и приехал Артур вот а остальные все примерили и один к чужой женщине ходил его там убили другой там из под машины вылазил не поберегся и машина на него наехала ну такая смерть она как бы привлеченная своими руками неправильно ну и вот такие вот все где то а ведь было сколько ребятишек и ни одного нету другой рекорды ставил бегал в морозный воздух на лыжах марафон наглотался легкие спалил морозом ну и все и всю жизнь чах-чах-чах и ноги там едва ходил вам видно как у меня голуби летают тут да как люди боятся вот они им в чашку там они в чашку не видят все закрыто сейчас их опять за про они сидят ну глупости а радости то сколько ну тут резкости нету чтоб подальше может это и правильно вот они вот такие дела вот попросили как христианин я или нет вот вопрос то хороший а вот теперь проверяй что считаем так себя ведешь нет из-за стола вылазишь когда ну посмотрите вот кому я говорю священник один часто выступает такой грубоватый и все время хлюпает со стола убрать все надо ты же не один на тебя люди смотрят и все и пьют непрерывно и пьют и стаканы стоят зачем на трибуну вышел ты не на 4 часа ну на час полтора и что а в аду то будет совсем мало прохлады даже конец перста конец не весь палец а кончик только замочи да перенеси да прохлади да что там вот и образец ну вот и все на сегодня у нас все прощаться будем уходить неохота кто остался какой-то никого нету разбежались все ухожу я здесь еще я доброе дело доброе дело все с богом отхожу спасибо 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 спасибо